Детям для нормального и полного физического развития нужно проводить как можно больше времени на улице, на детских и спортивных площадках. Однако, оценивая их нынешнее состояние, они скорее нанесут себе вред, нежели весело проведут время. Татьяна живет на улице Гаевского, но для прогулки со своим маленьким сыном детской площадкой, расположенной во дворе своего дома, не пользуется. На этой площадке бывает очень редко, в связи с тем, что я боюсь зажить своего ребенка. Гуляя здесь. Этой площадке, сколько я здесь живу, ей лет 20, наверное. Ничего тут не менялось за 20 лет. С целью повышения безопасности жизни и здоровья детей и уменьшения вероятности получения повреждений при использовании игрового оборудования на детских и физкультурно-оздоровительных площадках, административно-техническими инспекторами был проведен рейд по проверке детских игровых площадок в городе Видное. В первую очередь сотрудники Госадомтехнадзора оценивают исправность игровых форм. Проще говоря, смотрят, не торчат ли где-нибудь штыри, нет ли сломанных частей или трещин, надежно ли держатся узлы креплений, не угрожает ли что-то здоровью малышей. Оценка состояния данной площадки неудовлетворительная. В результате осмотра данной площадки были выявлены нарушения игровых и спортивных форм, отклонения по вертикали, что влияет на безопасность нахождения детей на данной игровой площадке. Ответственность за состояние несет собственник данной площадки. Ею является администрация городского обеспечения Видное. В адрес администрации направлено уведомление о привлечении к административной ответственности. Также сотрудники территориального отдела номер 25 проверили детскую площадку на улице Гаевского между домами 6А и 6Б. На данной детской площадке игровые формы содержатся в удовлетворительном состоянии. Значительные повреждения не выявлены. Но присутствуют выступающие элементы над поверхностью земли, срезанных игровых форм и фундаментов скамеек. Что также влияет на безопасность передвижения и нахождения на данной детской площадке детей и присутствующих людей. По итогам рейда все нарушители будут привлечены к административно-правовой ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.